Всем привет! Сегодня мы выехали из города Умака, Хорватии. Едем по проселочной дороге в город Ума. Мы тут хотим еще недельку пожить, посмотреть, как там, сходить еще на море. Здесь погода нам не повезло, не было хорошей погоды, хотя два дня мы упались в море. Вода еще довольно-таки теплая. Мы смотрели в интернете, до 26 еще температура воды. Вот это такая проселочная дорога между городами. Сейчас ничего такого красивого нет, но были места, конечно, неплохие. Вот это что, Владимир, вы видите? Скорее, Ровень. Ровень, и мы были в этом городе тоже когда-то. Ну вот, как-то вот так. Ничего такого особенного пока нет. Вот какой-то поселочек. Что-то здесь строят, смотрите, облагораживают. Наверное, здесь что-то будет красивое. Едем дальше, вот эти люди, говоды. Ну, такая деревенская жизнь, можно сказать. Приезжали виноградники, уже собирают виноград. Наверное, уже время пришло, осень. Будут делать вино. Ну, вот подъезжаем опять к очередному поселочку. Ну, небольшой такой. Ну. Типичный поселочек небольшой. Тут три дома, четыре, я знаю, все. Ну, сейчас дальше что-то будет поинтереснее, наверное. Побольше. Покажем тоже. Ну, я смотрю, пока ничего интересного нет. Вот опять какая-то впереди деревенька или городишко. Бодерна называется. Ну, посмотрим, как тут люди живут. Живут нормально. Вот заправка, сколько бензин стоит. Бензин не видно цены. Неизвестно. Вот где цены высокие на бензин, мы заметили, там цену никогда не пишут. Все это хитро придумано для того, чтобы человек, не зная цены, заехал и заправился. Раз уж заехал, заправлюсь. А так увидят, что высокая цена. Человек думает, нет, поеду дальше, посмотрю, где продешевле. И вообще, вы заметили, мы там ходили в рестораны. Нигде сейчас цену не пишут. Одни блюда рисуют. Сразу тебе официант говорит, садитесь, я вам сейчас все принесу, вам расскажу. А если ты уже сел, как-то уходить неудобно. Все рассчитано на то, чтобы заработать деньги. Ну, ладно. Дальше едем в сторону Полы. Осталось нам 40 километров. Пока что вот такая вот просто дорога. Какие-то тут... Населенные комнаты. Да, типа сад какой-то был. Все пропавшее уже там. Вот тут вот коровы. Очень много посадок оливковых деревьев встречается. И еще хочу заметить, что вот на протяжении всего пути такие есть поселочки и часто брошенные дома. Дело в том, что вот везде это встречается. И дома неплохие. Такое впечатление, что люди, скорее всего, уезжают в города. И везде, по всему миру, во многих странах остаются вот такие дома, которые можно было еще применить. Жильем можно еще это использовать. Но, однако, люди это бросают по каким-то причинам и уезжают. Ну вот, опять подъезжаем к очередному поселку. Здесь у них оливковые плантации, сады. Я не знаю, как это правильно сказать. Плантации, наверное. Вообще очень много оливков растет. Но здесь много. Так, вот едем. Это уже как городок какой-то небольшой. Впереди такие домики там. Называется Лобрич. Держитесь правее. Ну-ка, правее. Да вот тут какой-то памятник какому-то воину. Это не ты, Владик. Жалко, плохо было видно. Вот. Тут. Ну, пока тоже, я думала, будет городишко побольше. Ну, вот такие маленькие. Может быть, туда в год где-нибудь. Вот тут тоже очень-очень много оливковых деревьев. Уже говорила, что это здесь. И многие-то знают, что здесь это очень развито. Ну, масло оливковое очень дорогое. Бутылочка литрового масла стоит 16 евро. Это, конечно, дороговасто, я хочу сказать. Не знаешь, тем более ты не уверен, какого оно качества. Сейчас все, к сожалению, очень много построено на обмане. Люди приезжие, купили. Кто его знает? Чисто это оливковое масло. Какой выжимки? А деньги заплатишь немаленькие. Вот это очень неприятно, конечно, в нашей жизни современной. Что все хотят обманным путем зарабатывать деньги. Ну, вот тоже подъехали к какому-то городишке. Здесь базарчики всякие разные эти. Продают люди останавливаются. Но мы не будем останавливаться, поедем дальше. Мы это все можем в поле посмотреть. Дорога вот так неплохая, конечно. Все сейчас вниз идет. Мы были, вот такие скалы тут рядышком. Хочу сказать про погоду. С погодой, конечно, нам не повезло. Но жаловаться не будем. Все равно были хорошие моменты в этом бумаге. Не все было так плохо. Надеемся, здесь, может, нам больше повезет с погодой. Впереди как будто бы сейчас ехали, голубое небо просвечивалось. Начала надежда появляться, что мы еще получим хорошую погоду. Но что-то голубизна ушла куда-то. Нету я. Ну, вот такой спуск. Это мы на горе, наверху ехали. Сейчас едем все вниз, вниз, вниз. Да, Владимир? Да, там вверху было 12 градусов. А сейчас? Сейчас спускаемся вниз. Уже меняется. Стало плюс 16. Ну, вот теплее. Ниже будет еще теплее внизу. Надеюсь. Ближе к полю, наверное, еще теплее. Да, видишь, все вниз, вниз, вниз едем сейчас. Здесь, конечно, сверху можно было поснимать. Очень красиво вниз туда. Такой большой-большой распадок. Ну, Владик не хочет останавливаться. Да, я не хочу, в принципе. Вот, смотрите, какая. Вот от фиора. Ой, вот от мы, где сейчас едем. Плохо видно, Владик. Смотри на дорогу. Ой, как там. Потому что там за детство осталось. Там ничего не плохо, Владик, внизу. Это такой залив. Мы сюда приезжали. Здесь как-то вот сейчас едем. В другом месте вроде жили, как бы. А мы вот сюда приезжали, вот в этот фиор. Вот залив такой. С другой стороны как-то, наверное, подлежали. Ну, вот тут вот немножко воду только, Владик, внизу видно, и все. Ну, как сутки очень красивые, зеленые. Прям горы такие. Ну, и вот были наверху сейчас, на горе ехали. Вот, спускаемся вот с покоренных вершин. Да, Владик? Вот сюда направо вниз к фиорту дорога. Ну, все. Пока что, но пока. А, да, ну, что же. Ну, вот опять заехали. Тут, наверное, я не знаю, кладбище мимо проезжаем. Да, видно, госты. Ну, что поделаешь. Это неотъемлемо. Вот тут домики. Небольшое такое поселение. Оно осталось просто справа все большое. Моря нигде не видать. И ушло. Так, ну вот. Едем дальше. Хотела показать тут, как, типа, дачки у них. Такие участки. Ну, вот уже, видать, обоздало, закончились. И каждый вот, все камнем вот так вот выложено. Вот. Такие заборчики. Метры, вы поверните направо. Должно рушится все, видимо. И везде вот они вот такие небольшие участки. Все выложены такими плоскими камушками. Я думаю, это же работа какая. Это же не просто само так. Это же все руками выложено. Ну, вот сейчас хотела показать. Уже нет. У нее появляется. Вот мы сейчас на полу уже поворачиваем. Вот виноградников много очень впереди. А все это вот впереди. Умеется церковь какая-то. И кругом эти оливковые деревья. Презеките кольцевую развязку. Второй съезд. Это что, он аварийку включил? Нашел в туалет. Ах, нет. Ну, ладно. Вот городишко сейчас будет. Да, хотел эти заборчики показать. Но не получилось. Может, это... Это каждый, видимо, свой участок отделяли. Ну, тут, видишь, вот камнями. Да, вот видно. Каждый свой участок только отделяли. Вот, вот прямо все. Ой, как тут интересно, Владик. Прямо крыши ко мне выложены. Пересеките кольцевую развязку. Второй съезд. Да, мы поняли, что у нас второе с собой тут кольцо. Красиво так подстрижено. Чистенько. На полу не туда, Владик. Ты не попутал. Мне кажется, вот сюда нам надо было. Ну, все, будем разворачиваться. Сейчас она нам скажет, наверное, чтобы мы развернулись. Не туда поехали. Наверное, я отвлекла мужа. Беру вину на себя. Ну, ничего страшного. Ну, сейчас вот здесь раздвинемся. Ну, давай. Ну, хотя навод ведет так же. Поехали. Ну, 800 метров съезд будет. Ну, ладно. Ну, и там сойдем на ту дорогу. Ничего страшного. Ну, оказалось даже... Не получилось городок показать. Там вот он справа. Там эти башни. А это разом. Да, мы бы там лучше, Владик, конечно, проехали. Ну, извиняйте. Так я сама виновата же, видишь. Ну, тут тоже неплохо. Тут чистенько выкрашено. Деревья красивые. Правда, их не очень видно хорошо. Вот, видишь, у них вот все крамушками этими выложено. Плоскими. Это же какой труд, я думаю. Тут такие домики, наверное, тоже сдают. Тут море, кстати, недалеко. Мы проезжали сейчас. 200 метров, пересеките кольцевую развязку. Второй съезд. Ну, вот она нас сейчас на ту дорогу и выведет, Владик. Вот. Вот тут, что-то ближе к центру мы едем. Пересеките кольцевую развязку. Второй съезд. Тут уже вот... Ну-ка, первая. Осторожненько. Это первый, нам второй, Владик. Вот сюда. Ну, то, что она нас на ту дорогу выводит, где мы не свернули. Ну, ничего. Так, ну-ка, мой княжный. Вот сейчас посмотрим вот эти... Их не типичные дома. Хорватские. Такие вот заборы. Район, называется, Владик. Да, вот тут вот все такое каменное. Дома такие... Почему-то они не крашеные. Я не знаю. Потому что, видишь, камень видно, зато хорошо. И все каменное, видишь. Ну, зато вечное. Да, видимо, да. Они, наверное, вложили когда-то труды огромные в строительство. А теперь по сотне лет пользуются этими домами. Все правильно едем, да. Сейчас налево будет у нас поворот. Через 300 метров сверните влево на кольцевой развязке. Третий съезд. Подожди. Тут какая-то часовенка стоит. Так, первый. Надя, ты чего не смогла быть. Второй. Сюда, что ли? Да, наверное. Третий. Ты поехал. Опять не сюда. Ой, блин. Ну, вот заехали мы в полу. Был знак здесь. Полу было написано. Ну, это как окраина. Бензин там был, бумаги был 1,45. Мы не стали заправлять. Думали, да, там заправили. А здесь везде 1,76. На 30 центов разница. Ну, что поделаешь. Будем смотреть. Может, там на месте будет дешевле. Вот так вот бывает. Ну, ничего, не так страшно. В одном месте бы не повезет, в другом месте бы повезет. Ну, где-то по окраине проезжают. Ну, это еще, скорее всего, центральная, да, как типа автобана. Вот, по концу здесь. На таких дорогах дороже всегда. Слушай, дорога сразу гладенькая стала, как везде. В городе дороги лучше. А навигации даже эти не показывают. Как и здесь, что у них. Тодорович какой-то стоит. Тут ничего особо интересного нет пока что. Потому как это окраина. Бочки ставят, чтобы кушать. Где? Пить на них. А, вот тут я и снимаю как раз. Ну, печка какая-то. Ну, мы полу, Владик сказал, не будем проезжать через центр. Дорога будет у нас мимо. Все время по окраине. Потому что мы едем дальше полы. Сколько нам осталось до на места? До места. 8 километров осталось. Мы не в самой поле, а чуть дальше. 600 метров. Пересеките концевую развязку. Мы сейчас, может быть, мимо полы проезжаем. И будем ехать. Как она же называется, Владик? Баниоле. Баниоле называется наш этот поселок или район. Пересеките концевую развязку. Второй съезд. Вот залив Боря справа, смотри. Сейчас под Вертиком. Не видно далеко. Нет, Владик, только дороги. Там старый город красивый, я уже увидел. Да, ну мы видишь него. Ну, потом приедем. Устроимся. Первый съезд, второй наш. Это наш съезд. Тут что-то ремонт какой-то идет. Ой, трясет. Ну, вот так. Да, мы потом... ...400 метров. Пересеките концевую развязку. Потом мы съездим. Специально сделаем экскурсию. Сами в полу посмотрим. Там есть, конечно, хорошие места, достопримечательности. Мы это посмотрим, съездим. А сейчас нам надо добраться до своего города, Паниоли. Видите, кольцевую развязку? В Киевске есть. Маленький городишко. На каждом шапу эти кольцевые развязки. Так, первый. Прямо у нас на кресток. Такое место их пропустили. Да, не говори. Прямо рядом с кольцом. Нет, вот здесь это. Какие-то лампы у них тут красненькие. Похоже на... Вот есть такой цветок у него. Типа каны. Он, по-моему, кан называется. Каны или калы? Калы, калы, наверное. Есть каны, есть калы. Ну, это калы, как правильно ты говоришь, Владик. Молодец, знаешь. Погиньте автомагистраль. Вот они, как красиво. Эти лампы вечером, наверное, они красивенько светятся. Все в красном. Зачем? Вы все местные планили. Ну, мы часть, видишь, все-таки захватываем. Перез 300 метров пересеките кольцевую развязку. Второй съезд. Вот, большой все-таки. А где тут кольцевая? Видите? Ну, впереди кольцо сейчас будет, да? Ну, это уже, конечно, город большой. Видно здания такие, там, я уж никак не снялась. Пересеките кольцевую развязку. Второй съезд. Первый съезд. Второй съезд. Ну, все. Выезжаем, наверное, дальше. Полы. Едем дальше. Вот сейчас красивые деревья мне вот эти... Пересеките кольцевую развязку. Второй съезд. Красивые деревья вот такие пушистенькие. И целая их аллея тут. Такие вот. Красивые деревца. Вообще прелесть. А тут или андерс. Пересеките кольцевую развязку. Второй съезд. Тут какой-то торговый центр, скорее всего. Их не... Парковка полная. Ну, и все за дефицитами. Подожди, так сегодня воскресенье. У них работают, видишь, магазины. В Германии у гостей на воскресенье не работают. Ну. Продолжение следует... Продолжение следует...